всем привет сегодня рассмотрим фичу языка c++ стандарта 17 и эта фича у нас называется на ненашинском языке вот так вот aggregate initialization of classes with base classes то есть что означает инициализация объектов у которых есть помимо у классов которых есть еще родители а вот и возможность их инициализации вот чего раньше не было доступно вот и в этом видео вы увидите пример а пример b пример c и пример d то есть по факту четыре примера вот вот что мы сегодня рассмотрим и сделаем это максимально быстро и так приступим что же такое вот это расширенная инициализация добавлено в 17 стандарте так вот расширенная инициализации пример 1 пример у нас есть позиция такая структурка 2d и мы расширяем ее до 3d то есть мы создаем новый класс а вот и наследуемся от 2d соответственно объекты по 3d уже в себе содержат вот эти три члена то есть х у ну точнее x у и z а вот и теперь как их все проинициализировать а вот вот так вот то есть фигурных скобочках мы указываем инициализации и на этом этапе инициализируются данные самого первого наследника то есть данном случае x у будет равен единички и двоечки а далее наша z будет равна троечке есть далее если мы оставим пустыми то вот это будет проинициализировано по умолчанию а по умолчанию они у нас равны нуля соответственно на выходе у нас x у будет равен нулю z равен троечке и третий вариант в этом случае мы инициализируем только x у не инициализируем соответственно x 1 и y 0 z 3 есть это очень удобно в определенных моментах смотрим пример б что у нас примере б в примере б у нас есть такая штука как поз 2d класс поз 3d который наследуется от 2d и поз 4d который наследуется 3d в котором добавляется время и того у нас объекты поз 4d содержит 4 члена данных это x y z и тайм и аналогичным образом мы нас инициализируем что инициализируем указываем это первый объект первые данные первого объекта это у нас поз 3d но поз 3d состоит из z и поз 2d соответственно вот инициализируется поз 2d дальше поз 3d и вот наша тайм кстати здесь я забыл его написать тайм равно 100 и точно также допишем вот здесь соответственно это у нас указывает что x y по умолчанию нулями дальше троечка уходит z и двоечка тайм и как в предыдущем примере мы инициализируем только x y нет потом z и тайм вот такой удобный способ идем пример c что в примере церкви примириться у нас поз х у то есть x и грек и поздать и мы производим множественное наследие наследование то есть объединяем вот эти два класса в один так как уже получилось что есть вот этот классик и вот это соответственно у нас идет множественное наследование в множественном В наследовании точно так же есть возможность инициализации. То есть указывается первый родитель, далее второй родитель. В результате x, y и z равен 1, 2, 3. Это аналогично предыдущим. То есть здесь все по умолчанию, а здесь только x. И пример 4. Что в примере 4? А в примере 4 вот такой вот пример. Есть базовый класс и есть у нас еще родитель, точнее ребенок. И вот тоже варианты инициализации. Здесь я уже не писал комментарий. Я думаю здесь так понятно. Но в данном случае, выполняя вот этот код, мы получим что? Мы получим id равен 1. Ну давайте на всякий случай запустим и проверим. В этом случае, b мы четко указываем, это явно мы указываем, что мы инициализируем данные класса родителя. Вот. То есть это код аналогичен. Но лучше указывать это явно. Далее. Все точно так же, как по предыдущим примерам. Итак, запускаем и смотрим. А, id 0, value 0. Так как у нас, если хотя бы один член класса, как и с массивами, проинициализирован, другие инициализируются нулями. Дальше идем вот здесь. У нас здесь точно так же id равен 0, value 0. id равен 1, точнее, а value 0. Вот. Это мы явно указали. Ну и здесь все по аналогии. 0, 2, 1, 2 и 1, 2. То есть 1, 2, 1, 2 и 0, 2. Есть. Ну и напоследок, давайте поставим вот такой пример, который был у меня в обзоре. Он был взят из, из откуда, а из оттуда. Из справки по cpp reference. К примеру, у нас есть конструктор. И в этом конструкторе мы и инициализируем нашу id, к примеру, нулем. Вот так вот. И давайте создадим объект нашего наследника. И попробуем явно проинициализировать id. А вот здесь значение value указать 2. И что мы получим? А мы получим правильно, а мы получим ошибку. Почему? А да только потому, что вот такая вот инициализация для объектов, для класса, у которых есть конструктор, явно указанный, то есть он есть, не допускается. И это можно понять почему. Потому что было бы неопределенность. Что делать в таком случае? А тут, к примеру, 100, да? И компилятору совсем было бы не ясно, а какой способ инициализации использовать. Либо конструктор, либо же туда записывать вот это вот значение. Вот. Соответственно, вполне справедливо мы получаем ошибку. Но мы оставляем пустыми. Вот в таком случае. То есть мы явно указываем, даже указываем, что данные класса base инициализируются по умолчанию. Понятное дело, тут конструктор есть. А дальше четко указываем значение value. И давайте запустим это еще раз. И как мы видим, все у нас работает и никаких ошибок. Есть ошибки, то есть предупреждения. Но это здесь допустимо. Что мы увидели? Проинициализировался. Base нулем, то есть id. А здесь явно мы указали для value 2. Соответственно, что вы должны запомнить? Должны запомнить то, что для объектов, у которых явно указан конструктор, у которых есть виртуальные функции, у которых... Что там еще есть? Я тут вывел. Ага, вот. То есть инициализация. Возможно, если нету конструкторов, указанных пользователем, также нету приватных или protected и нестатических членов. То есть это простая обычная структура. Это еще их называют подтипами. То есть подтип это тот тип, размер которого и расположение данных известно на 100%. Как они будут располагаться. И подтип не содержит ничего. Никаких конструкторов, никаких защищенных секций, никаких виртуальных функций. Вот. И, 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 и. Там не виртуального наследования, не приватного, либо не protected наследования. То есть это обычная структура. Все везде паблик, наследование паблик по умолчанию. Вот. Если хоть одно из этих условий выполняется, точнее не выполняется, то агрегатная вот эта расширенная инициализация разрешена. Иначе же вы получите ошибку сборки. Поэтому на этом все. Как все, скажете вы, ведь у тебя видео постоянно 30-40 минут. А я вам отвечу, да, ведь там я все подробно рассказываю. А здесь, в данном случае, подробно рассказывать больше не о чем. Потому что это просто такая удобная штука, которую надо знать и помнить. Далее, как было, как было раньше, спросите вы, я вам могу ответить. Раньше были конфеты вкуснее и вода чище и снег белее. Вот. Но, как было раньше, это хихоньки, вы можете проверить. А можете проверить, вот у меня указано, что я собираю новым стандартом с фичами. То есть, здесь еще нету 17. По крайней мере, как он есть, но оно у меня не работает. Поэтому я выставил вот такой флаг. Вы же у себя можете установить по умолчанию, не выставлять, что вы новым стандартом собираете. И посмотреть, на что из этого компилятор угнется. Но это уже не столь важно, так как уже есть новый стандарт. И нужно привыкать к нему и работать с ним. Поэтому на сегодня все. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. Жмем колокольчик, такую штучку, чтобы знать о всех новых возможностях языка C++17. И не только C++17. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока.